МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закрытие девятого слёта Отечества. Очередное заседание административной комиссии. Соревнования казаков по рубке шашкой. А теперь об этих и других событиях подробнее. Минэкономики предложила правительству расширить перечень обязательных услуг для МФЦ. В частности, речь идёт о том, что именно там с 1 ноября 2016 года можно будет получить водительские права в случае утраты или окончания срока действия, а также международные водительские права. Также Минэкономики предложила получать в МФЦ с 1 января следующего года общегражданский и зарубежный паспорт. За минувшие выходные по области сотрудники ГИБДД выявили 1263 административных правонарушений. В том числе задержано 48 пьяных водителей и 14 автомобилистов, отказавшихся от медосвидетельствования, что автоматически приравнивается к нетрезвому состоянию. На плановом оперативном совещании заместитель главы Десногорска Сергей Тощев подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Сергей Валентинович обратился к десногорцам и гостям города с просьбой соблюдать правила поведения в лесах в пожароопасный период и купаться только на оборудованных пляжах. С 4 по 25 июля в Десногорске пройдёт муниципальный этап областного осмотра конкурса «Баз мобилизационного развертывания». Будет работать комиссия, сведения передадут в Смоленск, а 19 августа станут известны итоги. В медсанчасти 135 принимают заявления от старшеклассников, окончивших 10 классов на обучение в лучших медицинских вузах страны. «Те, кто дети определились и решили пойти в медицину, должны допить нас в октябре, перейти и написать заявление и копию паспорта, чтобы мы подали их на целевое обучение, иначе потом мы уже не успели». Недавно было подписано соглашение, по которому область выделяет деньги на ремонт части городских дорог. «За счёт субсидий планируется выполнение ремонта трёх автодорог. Это дорога у нас М4, которая у нас идёт вдоль гостиницы «Вега». Дорога М12 от перекрёстка УТЦ до объездной. И дорога Н9А, которая у нас идёт в сторону садоводческих товарищей Николаевской». Заканчивают свою работу детские оздоровительные лагеря первой летней смены. Во вторую смену планируется открыть ещё три лагеря. В июне уровень безработицы составил 0,95%. На учёте состоят 190 человек. 147 из них получают пособия. 3 июля делегация нашего города примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню независимости Республики Беларусь. Вчера после ливня в Ярцеве случился потоп. Дороги, парки, дворы домов и даже подъезды в воде. Жители выкладывают в соцсетях фотообстановки, которая царит в городе. Смоленщина попала в объективы участников автопробега «Сокровенная Россия». Помимо привлечения внимания к развитию туризма, автомобилисты хотят в том числе оценить качество дорожной сети. Доехать до Магадана участники автопробега планируют 30 августа. На протяжении всего маршрута ведутся дневники, которые будут доступны в интернете после финиша. Ранее в выпусках мы рассказывали об открытии в Десногорске 9-го военно-патриотического слёта Отечества. Десять дней ребята жили в патриотическом лагере, строго соблюдая программу слёта. 28 июня состоялось закрытие. Подробности в нашем сюжете. Поздравить участников слёта на площадку лагеря прибыли представители администрации города, атомной станции и общественных организаций. Пройдут годы, но вот эти дни, этот слёт, вы будете вспоминать всю свою жизнь. Будете вспоминать новых друзей. Пишите, звоните, общайтесь между собой. Только благодаря дружбе, взаимопониманию, любви к своей Родине, вы можете выбрать истинный, правильный путь по жизни. В этом году в мероприятии приняли участие 8 команд из Десногорска, Смоленска, Соснового бора Ленинградской области, села Ершичи и Ершичевского района, Республики Беларусь. Под руководством опытных инструкторов, командиров, участниками были освоены азы военно-прикладного искусства, навыки обращения с оружием, изучена техника скалолазания и переправ. Каждый день проводились различные соревнования, по итогам которых определились и лучшие из лучших. Кубок и медали за первое место получила команда города Сосновый бор, за второе место – Десногорцы, третье место у команды клуба юных казаков, пластун города Смоленск. Все ребята получили дипломы участников слёта и грамоты за отдельные виды конкурсов и соревнований. Собака по кличке Саби помогла смоленским таможенникам найти контрабандиста, провозившего марихуану. Гражданин России вёз наркотики в поезде из Белоруссии. По факту контрабанды наркотических средств Смоленской таможни в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело. Борьба с нарушителями тишины и спокойствия граждан в ночное время, а также с любителями припарковаться на газоне в Десногорске продолжается. На очередном заседании административной комиссии рассмотрели 14 протоколов. По статье 17.4 областного законодательства за нарушение благоустройства было рассмотрено 5 протоколов. По ним приняты следующие решения. Минимальным штрафом 3 тысячи рублей наказали троих нарушителей. Два дела прекращены. Напоминаем, что за парковку в неположенном месте предупреждения нет, а штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время правоохранительными органами было представлено на рассмотрение комиссии 9 протоколов. По двум из них с нарушителями проведены профилактические беседы и вынесено предупреждение, а по остальным 7 – штраф в тысяча рублей. Спортсмены, не замешанные в допинг-скандале, выступили против возможной дисквалификации. Отстоять свое право на участие в Олимпиаде им дал федеральный телеканал РТ. Вместе с другими чистыми спортсменами на видео появился и смоленский легкоатлет Алексей Федоров. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжаем спортивную тему. Смолянка Надежда Соколова завоевала золото на юниорском первенстве Европы по греко-римской борьбе. Студентка Государственного училища Олимпийского резерва выступала за сборную России в самом легком весе – до 48 килограмм. Соревнования проходили в румынском Бухаресте. В Десногорске также прошли очень зрелищные соревнования. Самые сильные и ловкие собрались на скалодроме. Там состоялся чемпионат по рубке шашкой с участием представителей казачьих обществ из Десногорска, Москвы, Минска, Тулы и Брянска. Чемпионат Смоленской области по рубке шашкой организовали и провели общественные организации развития традиционного военного искусства. Федерация рубки шашкой казарла, Кубанская казачья община и казачье общество «Хутор Десногорский». Всего на соревнования приехали около ста человек. Для казака шашка – это, скажем так, один из главнейших атрибутов представительства казака. Поэтому, если теряя шашку, казак всё равно, что решался кормиться. А умение владеть шашкой зачастую зависело от жизни казака. Выступающие отмечали, что это не только соревнования, но и обмен опытом и крупицами тех знаний, которые ещё сохранились в казачьих войсках. В каждом войске в своё время было накоплено такое большое количество воинского опыта и способов подготовки, что вот эти зёрна сейчас для нас являются не то что золотыми, а эти зёрна являются бриллиантами. Чемпионат явился индивидуальным первенством среди мужчин в двух возрастных группах – от 15 лет и старше и от 12 до 14 лет включительно. Вначале прошли показательные выступления. Своё мастерство показали лучшие спортсмены, обладатели четвёртой ученической степени и выше. Среди них призёр Кубка чемпионов, многократный призёр Кубков России Ян Любомиров. У вас очень красивый город, очень хорошо, очень чисто, очень приветливые и дружелюбные люди. Спасибо, хорошо встретили. Поэтому для нас честь выступать в городе Десногорске. Соревнования прошли очень интересно с соблюдением правил безопасности и требований к шашке. Для юниоров было организовано пять этапов. Рубка мишени на стойке вперёд, рубка на точность, рубка каната, рубка лазы по меткам, рубка вывешенной мишени. Для основной группы добавилось ещё два этапа – укол вывешенной мишени и рубка на мощность. Победители примут участие в Кубке чемпионов, а через месяц в подмосковном Лыткарино пройдёт чемпионат мира. Десногорский историко-краеведческий музей приглашает горожан на творческую встречу с Дмитрием Поповым. Многие десногорцы знают этого замечательного человека с доброжелательной улыбкой. Он не расстаётся с фотоаппаратом и охотно делится с людьми красочными моментами жизни города. Встреча состоится 30 июня в 17 часов 30 минут. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова